Здравствуйте, в эфире передача News on Air. Мы расскажем и покажем вам самые интересные новости в студии Юрий Осипов. В этом году, по прогнозам, ожидается сложный паводковый период, большое количество снега и толстый лед. Не менее сложная ситуация и в городе. Смена температур, снежные осадки значительно осложняют работы. Подробности знают наши алекминские коллеги. Буквально несколько дней назад снега в городе почти не было, но в начале недели обильный снегопад вновь накрыл Алекминск. Пока по ночам минус и есть время подготовить город к пропуску весенних вод. Работает у нас постоянно бригада МАУС-АГХ, которая пропускает воду внутри города, промывает водопропускные трубы, прочищает переездные мосты, чистит канавы. Делает все то, чтобы город не затопило талыми водами. Бригады мобильные. Работы проводятся по графику, исходя из сложности участков. Работаем, стараемся чистить эти переходы под дорогой, мостики вот эти везде. Откачиваем из, как вот, Спаска 61, там вчера откачивали из подъезда воду помпой. Ну, вообще-то по городу ездим, проверяем, где что с ребятами и все, стараемся, где что, все в канавах, запускать эти лучики, которые застревают на дороге. Основная задача подготовить пропуск вод. Работы много, учитывая, что до поздней осени были дожди и канавы замерзли уже тогда. Сейчас на особом контроле это улица Скачинского, ну, участка я буду говорить, улица Скачинского, Зорина, Яковлева, Зоя Космодемьянская, только большой участок. Там у нас организовано дежурство. То есть, если что, люди себя на подхвате, там пропустить воду в нужное русло, направить и так далее. Второй участок это у нас под таким особым контролем, это улица Урицкого. Там вследствие осенних дождей очень много мостов было залито водой. Вот поэтому сейчас люди также там отрабатывают, мосты прочищают, пропаривают, чтобы вода беспрепятственно проходила. Весомым подспорьем стал приобретенный грейдер. Ну, благодаря грейдеру в сегодняшний день уже много вопросов отпадает. Ну, люди довольны, где мы ездим. Вообще, дорога хорошо чистится, отлично прямо. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёпинск. Будущее науки в Заполярье обсудили в Санкт-Петербурге. В северной столице прошла четвертая министерская встреча по вопросам развития науки в Арктике. Это мероприятие было приурочено к подведению итогов председательства России в Арктическом совете. Основными темами мероприятий стали вопросы улучшения условий жизни населения на севере, экологии, адаптации к климатическим изменениям в высоких широтах, а также проблематики сохранения биоразнообразия. Отдельно был поднят вопрос вовлечения коренных малочисленных народов севера в научные исследования. Также эксперты отметили, что нужно уделить отдельное внимание сохранению культуры северных жителей. Нам необходимо разнообразить, наверное, работу и искать новые подходы к сохранению языков коренных малочисленных народов севера, потому что та уже сформировавшаяся система, к сожалению, дает определенные сбои. Я вот привел пример по югогирскому языку, что несмотря на наличие своей системы национальных школ, несмотря на издательскую активную деятельность, несмотря на те меры, которые принимаются, они, в принципе, даже могут быть в какой-то степени даже модельными для многих других народов, тем не менее численность носителей языка сокращается, и проблема, наоборот, еще более актуализируется. В тепличном комплексе «Саюри» в этом году планируют произвести 2400 тонн овощей. В текущем году агрокомплекс выходит на свою проектную мощность. По итогам трех месяцев комплекс выполняет план по производству с опережением на 16%. Это 704 тонны свежих овощей и зелени. Также этой весной в продажу ввели новый сорт огурцов, который отличается от базового большей длиной и иным вкусом. Продукцию агрокомплекса можно купить в более чем 150 торговых точек города. Напомним, круглогодичный тепличный комплекс «Саюри» является резидентом территории опережающего развития. Проект запустили весной 2016 года. Постоянно спрашивают, как вы там работаете, что, где, как. Действительно все растет, все зеленое, да, ты в зелени работаешь? Я говорю, да, у меня там джунгли, у вас тут зима минус 55, а у меня там джунгли, говорю. Все удивляются, тоже интересуются. Некоторые даже хотят, я вот даже некоторых своих друзей пригласил сюда работать. Им тоже понравилось здесь, мои тоже друзья работают по моему приглашению. Тоже понравилось, все работают. В Алеклинск прибыла частица благодатного огня. Доставку осуществил генеральный директор компании САХА «Транснефтегаз» Алексей Калдезников. Чуть позже он поделился с нашими коллегами замечательной историей о том, как много лет назад именно в Алеклинске побывал патриарх Кирилл, о чем он до сих пор сохранил теплые воспоминания. Рассказывает Елена Фаст. 19 апреля частица благодатного огня, который снизошел в Иерусалиме, прибыла в Алеклинск. В Пасху по молитве православного патриарха в святом городе Иерусалим именно православную Пасху нисходит благодатный огонь. Этот огонь потом разносится по всему миру, верующими людьми. И вот этот огонь Пасхи-2023 привезли к нам. Привез к нам его Алексей Зоцимович Калдезников. Событие имеет огромное значение для всех прихожан с Пасхого собора. После молебна в честь прибытия благодатного огня каждый мог подойти, чтобы зажечь свою свечу, а также унести домой лампадку с частицей огня. Каждого прихожанина сюда приезд святого огня, благодатного огня, это означение того, что мы едины с Иерусалимом, с Гууклей, где вот этот огонь возгорается в канун Пасхи каждый год. И, в общем-то, мы смотрим же восхождение этого благодатного огня, и мы видим там все абсолютно конфессии религиозные, представители самых разных национальностей. Благодатный огонь – это радость, что вошел в Иерусалиме, что жизнь продолжается, и Господь воскрес. Алексей Каладезников, доставивший огонь в Алиокминск, рассказал удивительную историю о том, что и в далекой Москве знают и помнят старинный город. Патриарх Кирилл свои речи вспомнил, как молодым священником посещал Якутию и посещал Алиокминский район, город Алиокминск. Ну, такие у него истории были, как он добирался до аэропорта Алиокминска, как он не мог вылететь, потому что шли дожди. Тогда это была проблема, и она долго очень длилась. Вы знаете, что реконструкция аэропорта наконец-то состоялась, сейчас беспрепятственно можно летать, а как раз лет 30 назад это тоже было, и он рассказывал, как дошел пешком до аэропорта, и как смог улететь с Алиокминска, и с добротой вспоминал Алиокминскую землю и Алиокминчан. Ну, это вот так вот, видимо, ему запало в душу, что Алиокминск ему напоминает об Якутии на протяжении многих-многих лет. Елена Фаст, Максим Копылов, Алиокминск. Российские биатлонисты продлили сезон тренировок. Группу спортсменов Валдан привез заслуженный тренер Юрий Каминский, который на этот раз сам встал на лыжи. Заслуженного тренера России по лыжным гонкам Юрия Каминского нечасто увидишь стоящего на лыжах. На самом деле поводов несколько. Один из них – лично опробовать новый инвентарь российского производства. Ну, во-первых, надо помобильнее быть, чтобы переехать с одного участка трассы на другой. На лыжах это удобнее. И, конечно же, решил немножко сейчас сам подтянуть форму, немножко заняться собой. Ну, и лыжи какие-то новые, говорите, да? Лыжи, да. Это наши российские лыжи, которые изготавливают в Балабаново. И, ну, вот эти новые образцы опытные сейчас пробуем. На этих образцах уже юношеские соревнования все российские выиграл парень. Лыжный сезон в России завершен, а Каминский вновь привез в Валдан группу молодых биатлонистов. Наличие здесь снега позволяет ребятам продлить тренировки и отработать технику. Можно продолжить сезон именно в подготовке, отработать свои какие-то недоработки за сезон. Потому что трасса хорошо подготовлена и есть возможность как-то стать сильнее даже. Потому что не все регионы могут позволить себе, ну, то есть в апреле найти снег и покататься, потренироваться. По мнению Юрия Михайловича, пришло время пересмотреть сезонный календарь с учетом российских реалий и возможностей, какие есть в Валдане и других северных регионах страны. Кататься на натуральном снегу до начала мая – уникальная возможность, которую необходимо использовать в полном объеме. Если так вот проанализировать, нам, наверное, сейчас все-таки надо уходить от европейского календаря, который ориентирован на их климатические условия. У нас возможность до мая спокойно проводить соревнования любого масштаба. И такие центры, как Алдан, Петропавловск-Камчатский, Мурманск, они не задействованы вообще сейчас во всероссийских соревнованиях. Естественно, их надо, мне кажется, задействовать. И вот Кубок Багали сейчас, это первая ласточка, я надеюсь, будут следующие. Наличие именитых тренеров и спортсменов сборной страны в зоне досягаемости сразу привлекает внимание начинающих лыжников. Молодежь неизменно хочет фото на память и совет от опытного наставника, который воспитал не один десяток чемпионов. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Медвежонка, обнаруженного в Тампонском районе, привезут в Якутск для осмотра. Как сообщили в Минприроды республики, его уже изъяли ветеринары. Выясняют состояние здоровья хищника, ведомство сообщило об обнаружении медвежонка 19 апреля. Исходя из состояния хищника, будет решаться дальнейший вопрос выпуска в естественную среду обитания или в пункт временной передержки для реабилитации, отметили в пресс-службе ведомства. История на выезде. Крупнейшая в России выставка ретроавтомобилей открылась в Петербурге. На выставке, которая проходит уже в 33-й раз, собраны редкие модели автомобилей, мотоциклов и автобусов. На кадрах РАПЛИ посетители мероприятия рассматривают отполированные до блеска экспонаты и исследуют салоны некоторых машин. В этом году выставка стала рекордной по объему и количеству экспонатов. Для комфортного размещения более 250 ретро-машин понадобился зал площадью 13 тысяч квадратных метров. Посетители увидят автомобили, актеры из гаража киностудии «Ленфильм», автобусы, представители музея пассажирского транспорта, классику советского транспорта и американские машины середины 1960-70-х годов. Представительная выставка. Выставка в равной степени посвящена старинным автомобилям и мотоциклам, которые на ней чуть больше, чем обычно представлены. Наверное, главная экспозиция – это стенд музея гаража особого назначения с мотоциклами почетного эскорта СО России. Мы пришли посмотреть, что было раньше при нас, вот когда, в нашей молодости, на чем мы ездили сами. Больше всего понравились автомобили именно советские, да, ГАЗ, Волга там и так далее. То есть, ну, именно как часть истории прикоснуться вот к такому ключе. Экспонаты съехались со всей страны. Кроме железных гостей из Москвы, представлены экспонаты из Уфы, Екатеринбурга, Тольятти, Новгорода, Рузы, а также многих подмосковных городов. Один из посетителей мероприятия Артем рассказал, что больше всего ему понравились именно советские машины, ГАЗ и другие экземпляры отечественного автопрома. На этом у нас все новости. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.